Красноярцы продолжают переходить с печного и угольного на экологичные виды отопления. Собственники частных домов устанавливают газгольдеры и избавляются от вредных выбросов и угольной пыли. Сколько домов уже отапливаются газом и на какую сумму выходит такое тепло, расскажет Ксения Гречихина. Управление котлом очень простое. Всего лишь надо повернуть ручку и установить температуру. Газ под землей, компактный котел на стене, а управление температурой только одним регулятором или даже с телефона. Новое газовое отопление в доме Евгения только радует хозяина. Отопительный сезон обходится примерно в 80 тысяч рублей, зато все сделано удобно и безопасно. Кроме того, котел, трубопровод, газгольдер, радиатор – все это установили бесплатно. А главное, не стало проблем, которые были при печном отоплении. В подвале была печка на угле. Для меня это было очень неудобно, потому что проблема туда сносить уголь вниз, оттуда вынимать горячую залу, нести через весь дом ее. Это очень пожароопасно и прочее. И вообще мне это не нравится. А вот семья Варламовых только готовится к установке нового оборудования. Сейчас они топятся углем, но это доставляет много неудобств. Одно из них – грязь и сажа. Однако сейчас на их участке уже проходят проверки будущего места для газгольдера, а с приходом весны газовую систему уже начнут устанавливать. Честно говоря, грязь надоела угольная. Вот это самое главное. Зола, проблемы. Вот это все уголь еще, конечно, некачественный, часто попадает. Это вообще тоже мучение бывает. Обследование и оценка технических возможностей участка – важная и обязательная часть. Специалисты производят замеры, учитывают требования взрывопожарности. Один из основных критериев – место установки газгольдера должно находиться не менее чем в 10 метрах от всех зданий. Газовый котел должен располагаться на первом этаже, и это помещение должно быть с плюсовой температурой, чтобы газ не перемерзал. Для участка после установки газгольдера тоже есть свои правила. По емкости запрещено ездить, на емкости запрещено что-либо строить, и запрещено вблизи емкости. Также это все строить, и запрещено садить деревья с корнями. Ну и, конечно же, желательно, то есть это рекомендуем огородить, чтобы никто не заехал и не зашел. Еще одно преимущество отопления газом – исчезновение дыма из трубы. Газ в котле сгорает практически на 95%, соответственно, и выбросов почти нет, а это влияет на чистоту воздуха в городе. Перевод частных домов на более экологичные виды отопления проводят по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Подробнее о программе можно узнать по телефону в Краевой газовой службе или колл-центре Минпрома края. Житель частных секторов подает заявку подрядчикам, администрацию района, министерство направляет, и мы переправим подрядчикам. Подрядчики выезжают на место, специалисты смотрят техническую возможность установки. То есть не все земельные участки подходят под установку этого соответствующего оборудования, производят соответствующие замеры, и уже по их результатам принимают решение, можно ли на этот дом поставить такую систему отопления. Все работы проводят за счет средств федерального бюджета, жители платят только за топливо. Сначала работ по проекту в Красноярске уже около 200 домов перешли на газ. В этом году на экологичное отопление будут переведены еще 180 домов. Ксения Гречихина, Дмитрий Комаров, 7 канал.